В этом ящике у нас представлены средства, как помощники сапёров, так будем говорить. Это ножницы для перекусывания колючей проволоки, фрагмент колючей проволоки. И те вещи, которые сапёры каждый день сталкиваются, это противотанковая граната, так называемый ворошиловский килограмм, и немецкая танковая мина ТМИ-35, причём очень опасная мина. В Центре военно-патриотического воспитания молодёжи и подростков на БАД расширена экспозиция музея и выросло число экспонатов выездной выставки. В 2018 году 30 балаковских поисковиков приняли участие в акте памяти, участвовали в раскопках в Псковской области. Захоронение бойцов они обнаружили под баней в одном из сёл. Удалось отработать сложное место, которое долгое время не могли поднять, были только наработки по этому месту. А вот баня, под которой нам, под гражданской баней, нам пришлось поднимать останки, стояла прямо на костях. И это не совсем хорошо, и, наверное, для героев даже немножко кощунственно. Но местные жители не знали, что там за хоронение. Вот поисковые отряды установили, и всё-таки решили поднять их и со всеми воинскими почестями похоронить, как положено. Эта баня действующая, поэтому работать с поисковым отрядом приходилось осторожно. Мы под самой баней, не разрушая саму конструкцию бани, потому что понимаем преклонный возраст тех жителей, которые живут, и тем более в деревне без бани вообще сложно. Мы, не разрушая её, вскрыв полы, сделали несколько шурфов для того, чтобы понять, есть ли там человеческие останки. И действительно наткнулись. Под баней мы подняли 45 бойцов, которые там были похоронены, прям под помылочной. Рядом ещё нашли 12 рядом с баней, с торца. И с другой стороны ещё шестерых подняли. К сожалению, личности погибших бойцов установить не удалось, потому что военной одежды на них не было. Это оказались солдаты из Эвакопункта, который, судя по всему, и стал последним пристанищем раненых бойцов. Как рассказали местные жители, останки уже после войны должны были перезахоронить. Где-то в 50-х годах, в 50-е, наверное, начало 50-х годов, всех их должны были перенести. И как жители сказали, что якобы этот перенос осуществился. Но в реалии мы наблюдали картину, что никого не переносили, и все войны остались лежать на этой земле. Эту миссию выполнили поисковики, перенесли останки бойцов на официальное захоронение, рядом с памятником солдату-победителю. Но искать имена павших они не перестали. Ищем по госпитальным архивам, ищем список этих войнов. Скорее всего, что они есть. Если уцелела база на тот период и не разбомбили Эвакопункт, то можно пролить свет на фамилии. Но по останкам установить личность, к сожалению, невозможно, потому что их ложили друг на друга. И, скорее всего, что учет такой более точный не вёлся. Фотографии и находки с вахт-памяти 2017-2018 годов влекли в основу обновлённой экспозиции, которую балаковцы смогут увидеть на различных общегородских мероприятиях. Здесь есть экспонаты, которые рассказывают о самой войне, о том, как жили солдаты, а также о каком-то определённом бойце. Мы решили увековечить Арзиана, чтобы его и фотография была видна, и чтобы люди знали его личными вещами, которые привезены оттуда. По сей день родственники ещё не найдены его, но мы всё-таки питаем надежду, что они найдутся. Притом, и он сам проживал в Крыму, и, наверное, Крым для нас сегодня такое важное место, и хотим всё-таки вернуть его на родину, этого офицера. Здесь представлены все возможные как муляжи его наград, которым он был награждён при жизни, так и личные вещи, в которых он был похоронен. В обновлённой экспозиции 10 ящиков, и каждый рассказывает о какой-то странице в истории Великой Отечественной, о тех годах через людей, через их вещи, оружие и письма, для того, чтобы потомки помнили о подвиге наших солдат.